Всем привет! Меня зовут Наталья Вальковская, я кардмейкер, а это моя помощница Яна. Всем привет! Сегодня мы сделаем с вами цветочную открытку, узнаем одно из основных правил дизайна и научимся добавлять объемные элементы на наши открытки. Ну что, Яна, начнем? Начнем! Сегодня мы сделаем вот такую открытку. Смотри. Какая необычная, она объемная, да? Да. Сегодня мы научимся добавлять объемные элементы. Мы эту открытку будем использовать как наш скетч. Помнишь, мы с тобой рисовали скетчи? Сегодня мы рисовать скетч не будем. Будем использовать эту открытку как скетч. Но я хочу тебе рассказать одно из важных правил дизайна, которое очень пригодится нам, как кардмейкерам и не только. Это называется правило третей. Смотри. Берем нашу открытку. Или это холст, или фотография, неважно. И делим на 9 одинаковых прямоугольников или квадратов. И правило третей гласит, что элементы важные для дизайна, или рисунка, или фотографии нужно размещать в местах пересечения прямых линий. Либо вдоль прямых линий. Посмотри на нашу открытку. Видишь, как стоит ваза? И как расположен стол. Они как раз идут вдоль вертикальной и горизонтальной линии. И поэтому на эту открытку приятно смотреть. И для нас, кардмейкеров, которые работают в стиле чисто и просто, это правило просто наш спаситель. Потому что именно оно помогает нам гармонично расположить элементы на открытке. Да, я поняла. Это очень важное правило. Очень важное. Ну что, давай начнем? Давай. Так, берем наши заготовки. Смотри. Стол можно оформить разными способами. Можно нарисовать полоски акварелью. Можно нарисовать полоски карандашом, маркером, что угодно. Но я предлагаю сегодня попробовать поиграть с бумагой для скрабукинга. Давай. Смотри. У нас есть вот такая упаковка очень красивой, яркой бумаги. Выбирай, какой у тебя хочется. Так, наверное, я возьму вот такую вот, в горошек. Отличный выбор. Так, давай я посмотрю, что я выберу. А я вот эту вот возьму. Так, теперь давай приклеим это на нашей основе. Давай. Давай. Я хочу сегодня поработать с двойным скотчем. А я обычным клеем. Отличный выбор, потому что прелесть обычного клея в том, что он не сразу засыхает и не сразу схватывается. И поэтому, если вдруг мы неровно приложили наш элемент к основе, то у нас есть время немножко его подвигать и выровнять. Отлично. Все, я готова. Так, теперь нам нужно сделать вазу. Ты какого хочешь цвета сделать? Вот, я уже подготовила. Я буду делать бирюзового такого цвета. Очень красивое сочетание. Оно как раз сочетается у тебя с горошками на твоей скатерти. Да. А я тогда сделаю вазу из крафт-бумаги. Это один из моих любимых цветов, потому что из него он подходит ко всему. Так, теперь нам нужен с тобой карандаш. И теперь мы рисуем вазу. Ну вот смотри, можно примерно такой формы, как у нас в нашем образце. В принципе, можно форму сделать любую, но я предлагаю сделать ее все-таки немножко вытянутой, потому что по нашему скетчу она у нас пойдет вдоль вот этой вертикальной линии. Все. Давай. Все, я готова. Отлично у тебя получилась форма. Примерь ее. Не слишком ли она большая для твоей открытки, но думаю, что в принципе должна хорошо подойти. Просто давай приложим туда, где ты хочешь ее приклеить. Так, она у нас зайдет на скатерть. Так, по-моему, все отлично. Мне тоже так кажется. Все. Теперь можно вырезать. Теперь будем вырезать. Смотри, есть такая тонкость с вырезанием. Когда ты вырезаешь, ножницы лучше взять поменьше. У тебя вот как раз идеальный размер. И когда мы вырезаем, ножницы держи неподвижно, а двигай бумагу. Тогда линии получаются более ровные и вырезать гораздо легче. Поняла? Да, поняла. Ну все, давай вырезать. Давай. Давай. Отлично у тебя получилось. Так, давай посмотрим, примерим наши вазы. Мы их перевернем, чтобы у нас не было видно наши карандашные линии. И приложим. Все, здорово. Переходим к следующему этапу нашей открытки. Теперь нам нужно нарисовать цветок и листья. Берем акварельную бумагу. Да. Берем маркер водостойкий. Так, ну что, какой? Так? Да. И теперь смотри, как мы будем рисовать листок. Ну вот посмотри опять на нашей открытке. Видишь, как такие неровные, неидеальные треугольники складываются в цветок. Вот мы, собственно, сейчас это с тобой попробуем сделать. То есть мы рисуем треугольник. Это будет наш первый лепесток. И потом к нему добавляем с одной стороны и с другой стороны. Все, я поняла. Теперь нам нужно нарисовать два листика. Один побольше, другой поменьше. Мы рисуем просто опять волнистую линию и соединяем кончики. И второй лепесточек чуть поменьше. И можно давай сразу нарисуем несколько еще, потому что вдруг что-то у нас не получится. Как-то у нас криво мы вырежем, чтобы у нас сразу уже было про запас пары лепестков. Так, хорошо. Смотри, чтобы было проще потом их вырезать. Очень хорошо у тебя вот эта волнистая линия получается. Прямо увереннее. Жик, и все. Потому что, допустим, этот листочек будет немножко сложно вырезать. Но, в принципе, ничего невозможного нет. Так, теперь будем раскрашивать. Да. Акварель. Нам нужны кисточки не очень толстые, потому что у нас элементы достаточно маленькие. Так. И берем акварельные краски. Так. Каким цветом будем раскрашивать? Я, наверное, цветок раскрашу. Пусть он у меня будет фиолетовый. Фиолетовый. В принципе, да. У тебя, видишь, стол. Там много цветов, да? Поэтому ты, в общем-то, можешь выбирать любой цвет. И все это будет гармонично смотреться. У меня немножко более ограниченная палитра. Поэтому я, наверное, сделаю в гамме моего стола. Цветок? Да. Все. И теперь давай раскрашиваем. Что тоже еще важно. Не старайся попадать в линии. Если ты немножко выйдешь за линию, ничего страшного. Если где-то останется белый непрокрашенный кусочек, тоже не страшно. Потому что это, опять же, красота акварели в этом. В такой вот неровности, легкой какой-то небрежности. Так, отлично получилось. Очень нравится оттенок, который ты выбрала для листиков. Смотри, какая интересная хитрость. Чтобы добавить немного объема и глубины нашему простому, в общем-то, рисунку, можно добавить более темный цвет в основании листочка и в основании цветка. И таким простым, нехитрым способом можно сделать рисунок более объемным, более живым. Сейчас мы подождем, чтобы это высохло, и потом будем вырезать. Да. Так, ну что, наши с тобой цветы и листья высохли. Сейчас мы их будем вырезать. Помним, да, что мы двигаем бумагу, а не ножницы, и вырезаем прямо по черным линиям. Или даже, может быть, чуть-чуть внутрь заходим. И если вырезается неровно, не переживай. Я потом тебе открою секрет, как исправлять неровности вырезания. О, секрет. Да. Так, ну что, все, мы с тобой вырезали. И теперь смотри секрет, которым я хотела с тобой поделиться. Потому что, конечно, мало кто из нас умеет вырезать идеально ровно по черным линиям. Берем черный маркер и просто края вот так вот прокрашиваем. И поэтому все вот эти белые неровности, они у нас исчезают, и получается идеально вырезанный с черным контуром элемент. Так, ну что, все, наши элементы готовы. Теперь давай их расположим на нашей открытке и посмотрим, все ли у нас красиво получается. Хорошо. Помним про правила третей. То есть вазу мы располагаем соответствующим образом. Так, я, наверное, сделаю два листика. Как у тебя получается? Я не знаю. Я, наверное, сделала несколько листиков, потому что они у меня маленькие, чтобы побольше их было. Так, все. Отлично. Теперь нам с тобой нужно нарисовать стебель. Смотри, берем маркер. Не слишком тонкий. Ну, наверное, вот такой подойдет. И смотри, вот где у нас стоит ваза и цветок. То есть это вот у нас два главных элемента. Теперь смотри, то есть стебель у нас пойдет из середины вазы. Вазу, смотри, немножко опускаешь вниз и ведешь стебель. И веди смело. Если ты будешь вести медленно, то он, скорее всего, получится неровный, потому что рука будет дорожать. Поэтому веди быстро и смело. Ну что, пробуем? Пробуем. И подводишь его под цветок. Прямо уверенной рукой. Здорово. Получилось просто идеально. Молодец. Так, ну все. Теперь будем с тобой приклеивать наши элементы. И наша открытка почти готова. Да. Смотри, сегодня мы с тобой будем клеить наши элементы на вспененные подушечки. Именно это придает открытке объем. Открытка у нас простая очень. И поэтому, чтобы она была более интересной, объем как раз пригодится. А что же с листиками будем делать? Листики мы приклеим с тобой тоже хитрым и интересным способом. Опять же, чтобы открытка у нас была более объемная. Смотри, берем листик и вот так его слегка сгибаем. Так? То есть он у нас получился. И мы наносим клей только на один кончик. Буквально чуть-чуть. И приклеиваем. И таким образом у нас листик будет как живой. Так, ну что, как у тебя получилось? Получилось очень здорово. Очень нежные листики. Отлично. Спасибо. Так, теперь нам осталось пробеговать нашу основу. Это мы с тобой делать умеем. И наклеить открытку на основу. Помнишь, как сгибать, да? Что мы сгибаем? Да, совершенно верно. Все, давай наклеивать нашу открытку на основу. Давай. Наташа, а мы будем подписывать открытку? Конечно, можно подписать. Но я часто оставляю свои открытки неподписанными. Потому что тогда мы можем их подписать по случаю, когда будем дарить. На день рождения или спасибо, или обнимаю, или скучаю по тебе. Поэтому предлагаю оставить ее неподписанной сегодня. Да, я тоже так думаю. Ну что, вдохновляйтесь новыми идеями и обязательно воплощайте их в жизнь. А повод подарить открытку найдется всегда. Пока. Пока-пока. 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 Пока-пока.